С детства он занимался разными видами спорта, всегда, когда уже закончил школу, занимался легкой атлетикой, пробовал себя в беге, но тяжело ему было бегать. Каких-то таких грандиозных успехов в легкой атлетике он не добился. На одном из чемпионатов приехала Екатерина Федоровна, тогда только набиралась команда по велоспорту. Увидев его, что у него достаточно хорошая физическая подготовка, спрашивала, катаешься на велосипеде и предложила попробовать себя в велоспорте. Он пришел в команду, тогда отбор был как раз чемпионат России, но он на первый чемпионат России не попал, лежал в больницу с воспалением легких и получилось так, что чемпионат России пропустил, следующий уже был через год. Вот там он уже попробовал свои силы и индивидуальную шоссе и групповую гонку, да, ты выиграл, получается, 11 лет назад. Первое место у нас уже 11 лет, получается. Каждый год выигрывает чемпионат России вот на протяжении всех этих лет. В 2007 году его номинировали в номинацию Международного союза велосипедистов, в стране в наших таких случаях еще не было. Когда он выиграл в 2017 году чемпионат мира, его в данную номинацию внесли, и он получил там номинацию лучший спортсмен года в своем виде спорта, в своем классе. Это Международная ассоциация велосипедистов, да, и вот это Кубка чемпиона как раз-таки. Они награждают таким видом, таким способом спортсменов из всех стран. В этом году, к сожалению, получилось так, что как раз индивидуальную гонку он выиграл, а групповая закончилась падением и травмой. И сейчас, получается, вы не выступаете из-за травмы? Нет. А сколько примерно на восстановление? На два месяца, как минимум. А сейчас крупные какие-то соревнования есть, которые вы пропускаете из-за этого? А, да, Кубок мира и чемпионат мира. В августе у них уже Олимпиада, и если у него получится, то у нас есть надежда, что он поедет на Олимпиаду. Продолжение следует...